Чёрная дыра 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 Это проект способен не только уничтожать подводные цели, но и подводные, надводные и надземные. Звезда's audience will have an exclusive peek at what real maritime mail looks like. Этим фильмом о самой бесшумной и самой таинственной лодке российского флота телеканал Звезда продолжает абсолютно новый цикл программ военная приемка. Продолжение следует... Представьте, что ты в Санкт-Петербурге. Нет, не для путешествий. Ты в Адмиралтии, в России самый крупный корабль. И ты здесь, чтобы построить самая спокойная машина в мире. Это когда ты спросишь, где начать? Как в любом кампфаре, ты найдешь ответы в очень твердой комнате, с множеством локов, которые держат всех. 36 тысяч ящиков с элементной базой. Но не то, что люди с улицы, даже сотрудники предприятия попасть сюда не могут по определению. Дело в том, что склад этот автоматизирован. Как он работает? Оператор заказывает деталь, вводит в компьютер номер этой детали. И уже этот робот сам разыскивает полку. На этой полке находит ящик и отправляет по указанному адресу. Ну вот, весь процесс длится секунды. В итоге и секретность соблюдается, и на складе порядок. Оп. Вот она деталь. Приехала. Но жизнь на субмарине действительно начинает в форме на фабричном флоре. Не трудно догадаться, что производство подводных лодок начинается с чистого листа металла. Этот лист приходит на завод, и вот тут возникает первый вопрос, а как этот лист разрезать? Если стоит задача резать точность сюда сотых долей миллиметра, а именно так строят сейчас подводные лодки, то самый эффективный, самый правильный способ это плазменная резка. Температура у этого сопла сейчас измеряется тысячами градусов. The water is boiling, as if it were in a pan. Clouds of steam are billowing around the piece of metal, and rightly so, for instead of a conventional cutter, this is a plasma jet. Highly rigid titanium, of which each of Varshevianca will need 30 tons, is taken to a hydro abrasive water jet cutter. It is mind-boggling that water and sand can cut a piece of titanium five inches thick. Then the plates will be bent, welded, and put together into a hull. And here she goes. The submarine is starting to gain its shape. But really, it's only in movies that the birth of a submarine takes only seconds. For in real life, this is a year and a half long endeavor. We are at the Novorossiysk Naval Base on the Black Sea shore. It is here that the Novorossiysk conventional diesel submarine, the head submarine in the Black Hole class arrived, after a range of tests and trials. Besides being quiet, Project 636 boasts another hallmark, which is that she's smaller than her nuclear counterparts, meaning that she can lurk in the shallowest seas. The lance of this underwater ship is that she can act on the Milkovod, achieve large distances and обнаружения, and produce a complete distance with a rocket ship with a rocket-to-more-character complex. Shallow water operations, combined with her low-noise signature, have turned the Varsha Priyanka into a top secret and critical project. So critical that Russia's Spets-Troy, a special purpose construction agency, have even developed and built a high-technology parking space for her. Чтобы понять все достоинства нового причала, нужно спуститься сюда, на уровень воды. Что мы видим? Если раньше вот эти цементные основания доходили до самого дна, то теперь пирсы строят на сваях. Это значит, что значительно удешевляется строительство, и значит, что в ближайшее время на Черном море появится сразу несколько таких больших, специально построенных под подводные лодки причалов. Причалов. It only looks like a solid piece of concrete and iron. In fact, the most crucial and essential features are inside it, namely pipelines for fuel, water, and something else, which we've been advised against voicing in our episode. It's all about the differences in mooring a surface ship and a submarine. A conventional vessel normally approaches and inches close to the jetty, something a submarine will never be able to do, for her wings project sideways. In fact, as for the design, the Varsha-Vyanka's history reaches back to the past century. Back then it went by another title, Project 877. However, the predecessor was already the quietest in the Russian Navy. That's why she was supposed to become part of the Warsaw Pact submarine force, hence the name Varsha-Vyanka, deriving from the Russian Varsha-va for Warsaw. 1984 saw the maiden 10-month-long ocean cruise of the Varsha-Vyanka. Throughout the whole period, the Americans failed to locate her, which led to her NATO moniker, the Black Hole. Fast forward to the 21st century and the old Varsha-Vyanka has been replaced by her successor, the Black Hole Project 636. Actually, there are no insignificant things in this race for quietness. Let's begin with the outside features. The hull is shaped like the body of a whale. It is hard to believe that such smooth and fine surfaces, designed for the Black Hole, are made from solid pieces of metal. And here you are the question, how tall the metal is to make the size of the millimetre? The most tall the layers of the millimetre, which you can do here? We can do 80 millimetres with this. 80 millimetres? 80 millimetres? 80 millimetres? 80 millimetres. 80 millimetres. 80 millimetres. How does this work? This system works. We have a system, so-called, so-called, матрицу и пуансон. Давлением пуансона на матрицу мы вырываем ту геометрию, которая необходима для этой детали. После каждого пресса, они проверяют качество. Процесс не так же, чем в фармации. Они лоидерят каждый стежок на плант, как будто это было кусок жевелия. А теперь представьте, глубина под водой 300 метров. Вот это все, это прочный корпус подводной лодки. Несложно догадаться, что нагрузка на металл в этот момент просто колоссальная. Поэтому любой некачественный шов может стоить жизни подводникам. Не только жизни подводникам, но и жизни целого корабля. Поэтому мы используем автоматическую сварку под плюсом. Это сегодня наиболее производительный, наиболее обеспечивающий стопроцентное качество вид сварки, в процессе которого, кстати, мы постоянно следим и за контролем геометрии нашей секции. В любом смысле, после процесса, этот рамп должен быть импеккабельным. Тогда каждый шов должен быть проверен для rigidity и качества с X-ray и ультразумом. Даже слово «крак» будет ограничено в вокабулярии в «шипбилдерс». То есть, если мы сейчас подойдем и начнем рвать вот так этот корпус, он скорее порвется здесь, но не по шву. Сварной шов, он абсолютно по прочности идентичен так же, как и металл. И он обеспечивает контроль, обеспечивает полную, стопроцентную надежность наших конструкций. Корпус наших кораблей, с ним никогда ничего не случится. Вы лично, как человек, который отвечает за качество именно на этой стадии, даете стопроцентную гарантию? Стопроцентную гарантию. Я участвовал в строительстве более 35 таких кораблей. Никогда с корпусом ничего не случалось и не случится. Теперь на подводной лодке проверяется каждый сварной шов на каждой трубе. Неважно, маленькая труба или большая. Вот эту трубу сделали специально по нашей просьбе. Один шов совершенно нормальный, другой с дефектом. Вот проблема в том, что даже с помощью увеличительного стекла отличить нормальный от дефектного, поверьте, практически невозможно. Для этого мы используем наш метафтического контроля по первому классу чувствительности с помощью люминесцентной индикаторной жидкости. This liquid resembles car oil. We apply it to all the seams and let it soak for three or four minutes. As soon as it is dry, we remove it from the surface and apply the developer. Как вы можете обратить внимание, заметить, то на этом сварном шве уже конкретно проявляются именно дефекты, которые нас могут беспокоить. Берем люминесцентную лампу, обращаем внимание на ее принцип действия. И вот теперь к вопросу о прочности этого бракованного шва. Попробуем ударить по нему. Видите, что могло бы произойти на подводной лодке. Наверняка, эта авария стоила бы жизнью. Продолжение следует... Стоит, я повторяю, что этот эксперимент с формией с формией уже готовился и выполнен на нашу request. Ничего подобного не должно случиться в реальной пеплении в реальной жизни. Для того, чтобы защитить это приоритет производителя. Я думаю, что время будет как раз посмотреть проект 636 через глаза из-за того, что я не могу. Интересно, что когда я впервые собирался в поездку на эту лодку, мне все задавали один и тот же вопрос. А там не тесно, да, тут немножко тесновато, но это копейки по сравнению с тем, как здесь жарко. Дело в том, что кондиционер на лодке есть, но включают его только во время плавания. Поэтому самое ценное помещение в такой ситуации на подводной лодке это душ. И вот в душе есть то, о чем мечтают многие из вас. Два крана. Хочешь, запустил в морскую лодку, а хочешь, пресную. Вот тепленькая пошла. И вот специально для тех, кто жалуется, что у него дома маленькая кухня. Внимание! Размер кухни на подводной лодке сколько? 5 квадратных метров. И работает на этой кухне размером 5 квадратов один единственный кок, который обслуживает? 60 человек. 60? И как он справляется? На Захиеву было 128 человек. 128 в одиночку. Ну и как вы? Справлялся, не жаловались, все было отлично. В одиночку? Все было отлично. Для сохранения этого кухня кухня, а субмарин приезжает кухня. Однако, besides фрозен и фрешеного кухня, они имеют вредную кухню кухню, как можно ожидать. В случае нештабной ситуации, в каждом отсеке, даже здесь, на командном пункте находятся вот такие металлические ящики. На этом написано баф. Что это такое? Это бак аварийной воды. Это? Бак аварийной провизии. Открываем. Тут находится сухпайок, да? Это аварийный рацион питания подводника. Вот такая вот коробочка рассчитана ровно на одни сутки обеспечивает жизнедеятельность. На какое количество людей? На одного человека. Давайте посмотрим, что там. Давайте попробуем. The package is watertight so that it won't soak should it get into the water. It holds a box inside containing an assortment of food for submarинers. гoulash, salted pork, processed cheese, vegetable stew, buckwheat and beef, natural apple mash, beef meatballs, biscuits, ship biscuits, three packs of spread, ground sausage, army chocolate and granulated sugar. All right, now that we've dealt with the food issue in the submarine, coming next are the standard questions addressed to all submariners going on a cruise. first question. When you go down to the water, do you feel that this space is filled with water? Yes, this space is filled with water. When you went to the water, does the boat hit? The boat hit, but we don't feel it. When you go down to the water, does it burn? No, it doesn't burn. It's hot as hell in here, and nobody can get away from it, neither the commander, nor rank-and-file sailors. There's one thing that looks reassuring. When cruising, a problem evaporates. That's because, and I'll reiterate, we're talking about the most quiet submarine in the Russian Navy. Since that's the name of the game, they've adopted everything available in terms of technology right now to achieve it. Take, for example, the sail, a critical part of the submarine. They assemble it separately. The metal is cut exactly the same. It's given its specific form with the help of a press. Then it's welded, and the seams are checked. We'll talk about this coating in a minute. Meanwhile, right now, I would like you to look at the metal from which the hull has been manufactured. Sounds unbelievable, but in the sea, it is the metal that turns the submarine into a stealth boat in more than one way. And last but not least, the final touch. After the outer hull is assembled, the special rubber is attached. of an air, the double-edged and the terrain on its own. There is a way of all theấn of the views that we have as well as the know-how. That's what the secret that we don't have to ask. Да, и на лодках четвёртого поколения, там уже эта резина имеет тоже другую конструкцию. Здесь это покрытие постоянно совершенствуется, и каждый производитель, конечно, сохранит как-то это. Just to make sure that there is nothing on the surface at all for the enemy radar to latch onto, the rubber sheets are thoroughly smoothed out after being attached. В результате получается идеально ровная, идеально гладкая поверхность. Если вы подойдёте к корпусу лодки и прикоснёте к этой резиновой обшивке, выяснится, что швы вот эти не читаются вообще. Checking the quality of the service coating, as well as everything else aboard the submarine, metal seams, equipment, life support systems, etc., etc., is the province of military inspectors. Right now they're engaged in checking the optical systems. Поднять парус. Вот интересно, только что прозвучала команда поднять парус, но на самом деле это никакой не парус, это у нас подъёмное мачтовое устройство. Это, по сути, глаза, электронные глаза подводной лодки. If it does not work, they always have their old tested optics handy. А это уже классический оптический перископ. В отличие от электронного, он явно компактный. И второе, есть у него достоинства? Ну, достоинства, это значит, он работает по воздуху. Кроме того, что он смотрит на море, он ещё теперь смотрит за воздушной целью. Здесь и старые модели могли работать только в горизонтальной плоскости. А вот уже работает в другой плоскости. Работает по авиации. А вот как этот процесс выглядит изнутри подводной лодки. Огромная труба поднимается наверх. И вот тут возникает интересный вопрос. По сути, перископ – это же единственное окно в мире на подводной лодке. Любой членов команды имеет право к нему подходить? Это очень важный момент. Поэтому здесь находится командир. Это его непосредственная обязанность. Он должен оценить обводную обстановку, безопасное спрытие. Ни старпом, ни вахтенный, ни рулевой. Исключительный командир. Это контрольная комната. Это из-за здесь, что суббарина командирована. Конечно, это один из тех мест, где офисеры вместе. И еще есть другой комнат. Суббарина. Это то, что выглядит обоим Ново-Расиск. Он был производителем в деревянной лодке номер 24 от Адмиралтий-шип-ярдов. Суббарина на request of the Russian Navy. Все здесь просто, но стильное. Но они могут сделать даже лучше, чем в магазине. Они могут создать стейтероумы от любого комплекса и комфортного уровня, даже в ВИП-1. Теперь, что касается мебели. Немногие знают, что прежде чем построить каюту на лодке, сначала ее строят на заводе. Вот, например, кают-компания на 13 человек, размещенные на площади всего 8 квадратных метров. Кто-то, кто-то путешествовал на тренинг, знает, что есть комната под салонами. Это также относится к салонам в салонах. Каждый салон открытся, чтобы представить под салон. Обратите внимание, каждый стол на случай шторма крепится к полу. Вот такой цепи, которая затягивается долл-репом. Дальше. Для увеличения пространства, что мы сюда можем поставить? 13 стол, 13 рабочее место. Вот сюда устанавливается, но и это еще не все. При необходимости наша кают-компания может превратиться в операционную врача. Путем демонтажа всей мебели в течение нескольких минут. Но мы сейчас говорим о теории. Но вот здесь, как раз врача превратится в настоящий хоспитал, або от актинг-субмарин. Он тоже есть в комплекте. Ставится вместо этого стола операционный стол. Все необходимые приспособления для выполнения операции. Производится дезинфекция, и уже после этого входит больной. И здесь проводится оперативное вмешательство. Теперь мы проверим, как они живут и работают. Здесь у нас 14-местная каюта. Здесь мы спим, ужинаем, обедаем, завтракаем. Это моя кровать. Это еще один ящик. Это еще один вопрос, который интересует телезрительниц. Можно ли с подводной лодки позвонить домой? Да, теоретически можно, у вас есть космическое осмотр. Однако, это будет работать только когда субботит на поверхность, с командующим офицером с единственным человеком, который позволяет или отказать это. Симейл также есть возможность в теории. Помните, когда Джулс Вернс Каптан Грант threw в боттоле с нотом, и сойдет в море? В результате, этот метод держится сегодня, и может быть сделан из-за субмарина. Но, вместо боттоле, они используют капсулы. А вот этот шлюз с некоторой натяжкой можно назвать окном в мир. Посмотреть, конечно, в него можно, но бесполезно. А вот отправить информацию на поверхность можно. А можно не только информацию, что еще? Да, например, можно отправить сигнальную ракету. Для этого сделать, миссел в специальную шеллю, который идет в лок. А потом, подключение воздуха будет подвесить в море. Это, по сути, такой маленький торпедный аппарат. Да, совершенно верно. Это маленький торпедный аппарат. Устроен по, в принципе, так же. Но, опять же, эта опция только доступна, если субмарина не будет на секретном путешествии. И это необычно, чтобы субмаринский пакет на один месяц и полгода. Это рекорд для конвенционных дисел-субмариней. И это directly связано с основным секретом проектом 636, ее проползионного системы. А вот, пожалуй, салонный шумный момент в работе. Черная дверь, это моторный отсек сейчас здесь работает. Здесь вы видите... Как это возможно, чтобы иметь такой шумный автомобиль и все равно обладать такие прекрасные стильные характеристики? Ну, большинство время, Варшавянка проходит в воду на другом автомобиле. Они показали нам это на плант during its assembly process. Those of you who have come across electric vehicles know that they produce no noise. The same is true of the Варшавянка. That being said, there is an issue. The accumulators obviously have to be charged. That's exactly when the air-gobbling diesel engine comes into the picture. There used to be only one option for doing so in the diesel-electric submarines of the past, like whales or dolphins they had to surface. This earned them the title, Diving Boats. Unlike their nuclear-powered stablemates, their underwater operations were limited only to several days in a row. But it's different in the Варшавянка, which can travel 7,000 miles underwater. One and a half times as far as it is from Sevastopol in Russia to New York in the U.S. How on earth can the Varsavyanka set such records? She owes it to yet another unique system. Better I take you inside the submarine to demonstrate how it works. This is what it is. This is the same device, what it is called the general director. It's called RDP. How it is written? It's working with diesel. It's working with a water. It's the moment, when the boat is on a periscope and the distance, you can put it in state. and load it in the battery. Now, look at the situation with the other eyes. Even if not, for which these mechanisms need, but just on our eyes there were six, two, three, four, five, six, many-tonnicos. Здесь, на лодке, ни шума, ни вибрации, ни каких лишних движений. Вот если сейчас сесть и закрыть глаза даже в голову не придет, что всего-навсего в нескольких сантиметрах от уха перемещаются вот такие многотонные конструкции. Но это не только двигатель, но и крючок и крючок, которые тоже должны быть крючком. Самое удивительное, что стиль и титаниум-производство имеет лодку и компоненты. Специал wood, that is. To find out more about it, we went to the same place, Woodworks, shop number 24. Засовываем руку, и мы видим, что рука становится маслянистой. Это не мазут, не смазка, а... Это выделяются масла из этого дерева под названием бокалов. То есть, по сути, это естественный сок? Это естественный сок, совершенно верно. И насколько долговечно такое дерево? Ну, по нашим характеристикам, данная втулка будет служить до 25 лет. Вы хотите сказать, что она служит дольше пластмассы, железа? Абсолютно верно. Мы имеем опыт ремонта подводных лодок, которые срок износа этих втулок был более 17 лет. The shaft rotates the screw, which in turn propels the submarine ahead. Usually it produces enough noise to make the submarine be heard at a very long distance. But on this count, the Vatyshevianca has also proven to be an exception to the rules. Now comes a real military inspection. You're about to witness how they check the noise signature of one of the main parts of the K-636. В данный момент происходит проверка систем механизмов горизонтальных рулей к выходу в море на государственное испытание корабля. Эти рули, точно так же, как и сама лодка, тоже покрыты резиной? Да. Они обесшумлены. Значит, вы слышите, как тихо работает система механизма. Я бы даже сказал, что мы не слышим, как работают эти системные механизмы. Это опять же говорит о том, что качественно сделанная система. Quality control passed. The Vatyshevianca is neither seen nor is she heard, but she herself can hear perfectly. As far back as the past century, the submarines in this class could boast hearing sensors reaching 125 miles. Today's project 636 comes with even more powerful sonars. Though their range is classified, rest assured that the Vatyshevianca will take full advantage of this capacity. Все ваши лодки, все шесть, уходят сейчас на Черное море. Так точно. Боевую службу они будут нести на Черном море. Но это не значит, что можно их использовать только в теплых широтах. Конечно. На Черном море они будут базироваться, а работать могут и нести боевую службу как в ближней морской зоне, так и дальней. Например, сегодня все лодки проходят испытания на глубоководных полигонах Северного флота и также испытывают свое ракетное оружие на тех же полигонах. После этого переходят на Черное море. Торпеды будут выходить из носовой части корпуса. Поэтому после того, как здесь, в носовой сферической переборке, установили выходы для кабелей и трубопроводов, будет сделано, повторюсь, самое главное отверстие для труб торпедных аппаратов. There are a total of six. The Varsha-Vianca can fire them one by one or unleash them in a volley. Besides the torpedoes, the submarine will pack more nasty surprises for the enemy. These bring real versatility to her fighting style. Какие системы вооружения тут есть? Минное вооружение, ракетное вооружение, торпедное вооружение и переносные зенитно-ракетные комплексы. То есть, подождите, эта лодка может работать еще и павиация? Защищаться от авиации. Что касается ракет, она стреляет ракетами на ходу? Да. И с подводного положения? Да. Ну, дальше хочется спросить, а количество этого вооружения, минной торпеды, сколько здесь в себе это? Да достаточное количество. То есть, теперь получается 636-й проект способен не только уничтожать подводное, но и подводное, надводное, и надземное. А надземное, каким образом? Ракетный удар, по надземным целям. Where the missiles are and what they pack are classified information. The guys only let us know that they can engage targets at a range of thousands of miles. You have already witnessed ships with the Caspian flotilla launch missiles at a range of 930 miles with an accuracy of up to 10 feet. While the Varsha-Vianca can do that as well, but from underwater. Вы уже стреляли из нее? Да, мы пришли в полный комплекс испытаний ракетно-торпедного оружия. Достигли очень хороших результатов. Был произведен пуск ракет из-за подводного положения? Да, стрельба только из-за подводного положения предусмотрена на данном проекте. Нет вот этого грохота, обычного, когда вылетают... Нет, не ощущается выхода боевого оружия, небольшой толчок, который говорит о том, что успешно произведен пуск ракеты. И самое главное, что-то, как и все-таки, как и все-таки, впоследствии на таргет, скемп-сосудии, чтобы не было удержать их влажную. Я думаю, что сейчас, мы превосходим большинство производств атомных подводных лодок с Атечественной военно-морской флотки. Как вы видите, что-то не было так, что-то из-за подводного оружия в Косовской войне и в Косовской области В следующем году появляется еще один шаг в истории русской обмаринной войны. Первый descendant в воду 4-й Фаршавянка, называемый Краснодар. Это старая флотская традиция развивать аборт водки бутылку с шампанским, но мы помним что лодка у нас резиновая, говорят, были случаи когда бутылки не разбивались, так вот специально на такой случай построили вот эту металлическую конструкцию. Вместе с традицией, эта субмаринка блестится. А бутылка шампанга на ее бутылку. И вот она идёт к своей штатуре и первой реальной, фулли-фледжейной бутылки на море. Основное, конечно, предназначение это ближняя морская зона. Но они также способны решателям подводной лодки в дальней морской зоне с учетом перехода и системы базирования которой мы сегодня занимаемся. Будут они нести службы на Средиземном море? А безусловно, они будут нести боевую службу на Средиземном море, также Японское море, Охотское море, Балтийское, Северное море. Таг-боты помогают субмаринку потерять море и идти на море. Ну вот сейчас оба буксира подошли предельно близко к подводной лодке, протянули канаты. Мы видим, что от каждого буксира уходит по паре канатов. И сейчас эти буксиры будут потихонечку-потихонечку отходить, и таким образом лодка отойдёт от причала. Это будет её первый выход в море. Ну вот, что называется, процесс пошёл. Канада натянута, подводная лодка сейчас идёт кормой вперёд. Буксира её разворачивает для того, чтобы она потом смогла взять курс на открытое море. Вот туда, в Балтийское море, в Северное море. Канада натянута, покрытие монетчика, и концу для всех научных башков. Варшавянка мы снова ходили к вершу. Мы можем создать правилную церковь, все восхищены, и, в основном, её Мейден вой痕. Вравшавянка, воносимая лодка, в номер один-мачалке. На самом деле, она владелёт по правилам. В романе она был ловим, и в следующем случае, она планирует ли, внутренне, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok